Доброе утро, уважаемые коллеги! Очень приятно видеть столько лиц в 9 утра. Приветствую самых дисциплинированных, а также тех, кто нас наблюдает через онлайн-режим. И большое спасибо организаторам, что в поле химиотерапевтов затесался все-таки один хирург. Это очень приятно. Итак, абсолютные показания к назначению адъювантной терапии меланомы кожи. Если мы говорим об адъювантной терапии, то требования, что при меланоме кожи, что при других локализациях стандартно, это, конечно же, безопасность лечения, эффективность ее и возможность индивидуализации, а также по возможности снижения финансовой нагрузки на пациента и на учреждения. Если мы обратимся к основным трендам по выявлению меланомы кожи в настоящее время по данным европейских канцерегистров, то обнаружим то, что в последнее время все-таки есть тенденция к утончению меланомы и к большему количеству инситу форм. Чем это было достигнуто? В цивилизованном мире. Конечно же, ранним выявлением, выполнением адекватных биопсий, как первичного очага, так и в стадировании последующим данного процесса. И хотелось бы заострить внимание на том, что происходит все-таки в России, что с нашими популяционными данными и что распределением по стадиям. мы наблюдаем то, что количество пациентов со второй стадией непропорционально больше. И я хотел бы спросить у достопочтенной публики, как вы связываете данный факт, с чем вы его связываете? Может быть, это неадекватное стадирование? Может быть, это позднее выявление? Или все-таки у нас нет адекватного канцерегистра? И у меня и просьба проголосовать, кто разобрался с голосованием опять-таки. Татьяна Ильинина, вы нас сориентируете, когда технически мы можем продолжить? Нам нужно буквально 10 секунд. Это на самом деле кажется мало, но это много, поэтому набраться надо терпения. Сейчас нам IT-служба выведет на экран голосования. Чтобы нам дали отмашку. Я, в общем-то, ожидал таких же результатов, потому что голоса равномерно распределились. Это и позднее выявление, это и, конечно же, хромает у нас их канцерегистр, и это, само собой, неадекватное стадирование. Давайте разберемся, все-таки в чем причина. Если мы говорим о стадировании, конечно, мы говорим о стадировании GCC восьмой версии, и надо понимать, что это колоссальный труд. Это данные 46 тысяч пациентов, которые были обобщены, и которые позволяют нам адекватно стадировать заболевание, определить риски, прогноз и, конечно же, последующее лечение. И в любом стадировании, и стадирование меланомы родины начинается с биопсии первичного очага. Хотел бы также заострить внимание, потому что даже в профессиональном сообществе множество заблуждений в этом отношении. Виды биопсии, которые существуют, естественно, они в данном виде предложены под местной анестезией. Это панч-биопсия, эксцезионная биопсия, и не исключением является биопсия ногтевого ложа. Хотел бы уточнить, как вы считаете, разве так можно делать при подозрении на меланому? Или при клинически выявленной меланоме? Вот это замечательный результат. Я об этом и говорил. Масса заблуждений. И ответом на этот вопрос являются исследования, крупные исследования. Я здесь привел два, но их гораздо больше. Биопсия, под местной анестезии, эксцезионного характера, панч-характера не влияют на отдаленные результаты лечения меланомы. Наша задача вовремя стадировать заболевания, а не заниматься агрессивностью с хирургической стороны. Итак, критерий Т. В новой классификации, нельзя назвать ее новой, это актуальная классификация. Принципиально не изменилось влияние изъязвления на прогноз. И пороговым значением по толщине является 0,8 мм. Именно это пороговое значение стадии 1b заставляет нас выполнять биопсию сигнальных лимфоузлов для того, чтобы стадировать заболевание адекватно. Потому что, если мы обратимся уже к критерию N, то обнаружим, что если не выполнена биопсия сигнальных лимфоузлов, если выполнено только клиническое исследование, будь то ультразвуковое или по данным компьютерной томограммы, это не позволит нам стадировать по критерию N, и следовательно не позволит выставить стадию. Это остается NX. И, естественно, это не позволит нам и дальше стратифицировать пациентов в зависимости от риска, и назначить вовремя адъюантную терапию. Наверное, вот этот момент, что в России все-таки не везде выполняется, далеко не везде выполняется биопсия сигнальных лимфоузлов, привела к тем результатам, которые мы имеем в конце регистра. Преобладание второй стадии. Автоматически выставляется вторая стадия, когда она в европейских странах соизмерима с третьей. И мы раньше могли бы выставлять третью стадию, начинать адъюантную терапию, которая у нас есть в рукаве. Но, к сожалению, этого не происходит. Что такое биопсия сигнального лимфоузла? Мы картируем лимфоотток. Мы в зону первичной опухоли вводим радиоколлоид или краще вещество и выявляем тот лимфоузел, который берет на себя основное опухолевое напряжение и исследуем его на предмет наличия метастазов. И вопрос, который я, естественно, посвящаю химиотерапевтам. Можно ли выполнять биопсию сигнальных лимфоузлов отсрочно? То есть после того, как мы удалили первичный очаг, можно ли выполнять биопсию сигнальных лимфоузлов? Или это обязательно нужно выполнять одновременно с удалением первичного очага? Ну, здесь уже результаты радуют больше. Все-таки больше в аудитории коллег, которые ознакомлены с современными данными. И ответом на этот вопрос служат, конечно же, исследования, которые также говорят о том, что чувствительность метода не теряется, несмотря на отсрочку от выполнения биопсии сигнальных лимфоузлов. Есть исследования, которые говорят, что даже спустя 9 месяцев можно выполнять биопсию сигнальных лимфоузлов, а она не потеряет в этом чувствительность. И это абсолютно оправдано, потому что мы даже отсрочив этот процесс, поставим правильную стадию. И тот вопрос, который опять-таки будоражит всех, выполнять ли тотальную завершающую лимфодисекцию, и будете ли вы направлять пациентов к хирургам назад для выполнения лимфодисекции, если мы получили положительный сентинельный лимфоузел? На самом деле провокация удалась, и на все вопросы мнения разделились. И этого, собственно, я и добивался. И это демонстрирует, потому что мы до конца не просвещены в отношении современных данных. Я очень рад. Давайте просветимся. У нас есть два рандомизированных крупных исследования, которые как раз и были посвящены выполнять диссекцию после положительного лимфоузла или нет. И по европейским исследованиям, по немецкой меланомной группе мы выяснили то, что результаты после диссекции, после положительного лимфоузла не улучшают общую выживаемость по меланоме. Естественно, не улучшают данные по локальному прогрессированию. Если нет лимфоузлов, нет там и рецидива, собственно. Но при этом общие данные они не улучшают. И самое главное исследование, на которое ссылаются и рекомендации НССН, и рекомендации Русска при выборе тактики после биопсии сигнального лимфоузла, это MSLT2 исследование, которое является логическим продолжением первого. В данном случае дизайном исследования послужило сравнение двух групп. В одном случае после биопсии сигнального лимфоузла и положительном результате выполнялась диссекция, а в другом нет. И данные, абсолютно откровенно говоря, что разницы никакой. И поэтому подвергать пациентов ненужной лимфодиссекции после положительного лимфоузла не нужно, потому что мы знаем осложнение, и это, естественно, отсрочит начало адекватной адевантной терапии. Самый главный момент в этом всем, то что эти исследования выполнялись в развитых странах. И, естественно, если мы назначаем адевантную терапию, то и диссекцию предпринимать не нужно. А если никакой адевантной терапии не последует после биопсии сигнального лимфоузла, что является преступлением в настоящее время, тогда нужно выполнять диссекцию. Поэтому будем все-таки ориентироваться на современные тренды и не будем подвергать пациентов ненужной агрессии. В итоге у нас корректное стадирование, и вовремя мы назначаем адевантную терапию. У нас в рукаве сейчас новая волна исследований, которая позволяет нам выбрать адекватную терапию. Я не буду заступать на территорию наших следующих докладчиков, но именно эти исследования позволяют нам выбрать из арсенала, небольшого совсем арсенала, адекватную терапию. И так как по галам НССН, который мы разберем больше, уже исчезает интерферон, это будет предметом дискуссии. На следующих докладах я убежден, интерферон остается у нас в русских в последующих рекомендациях 2020 года. И появляются эффективные средства. И последний вопрос, который я хотел бы задать аудитории. Почему же не отправить пациента для корректного стадирования в профильное учреждение? Почему этого не происходит повсеместно? И назначаете ли вы соответственно? Зато честно. Единственный вопрос, почему не разрешать-то начальство? Что за ерунда? Совершенно непонятно. И, наверное, вот этот вопрос нашим организаторам здравоохранения стоит выяснить. И мы над этим будем работать. Большое вам спасибо. Мы всегда на связи. И будем рады взаимодействию любому. Не забываем о тех ресурсах, которые мы можем использовать в нашей работе. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. Спасибо.